Народ, привет! Сегодня четвертый урок. По спрайтам записываем. Я сегодня вместе с вами я конечно немножко посмотрел. Сегодня мы изучим библиотеку анимации Animate, которую написал Kikito. Библиотеку начал он делать еще в двенадцатом году. В принципе она поддерживается, работает на последней версии PAV 2D. Небольшой комментарий по поводу предыдущего урока. Мы там в третьем уроке по спрайтам рассматривали такой редактор Quattastic. Так вот я классную вещь забыл сказать, что не можно использовать выходной файл Quattastic, вот hero.lua, без всяких библиотек. можно его читать и напрямую использовать. Поэтому там он и заносится, читается в переменную rawQuad. Ну кто разбирается в таблицах, кто понял что такое квады, тот должен понять в чем свой. И еще хочу отметить, что есть мой комментарий под третьим уроком. И там есть досадная ошибка. Досадность ошибки в том, что вроде бы все работает, но на самом деле работает немножко не так как должно. Вот кто догадался в чем ошибка и кто как и кто ее сможет исправить, ну ответом на мой комментарий пожалуйста разместите, буду благодарен. Так ну давайте теперь приступим к анимейту. Адрес где взять этот анимейт есть в строчке браузера. Ну вот автор пишет, что для того чтобы представить анимации спрайтов наиболее простым способом была создана эта библиотека. Работа с этой библиотекой состоит из двух шагов. Сначала мы должны создать клеточки. Вот как у вас на уроках математики клетчатая бумага. В каждой клеточке у нас будет находиться спрайт. Так вот сначала мы должны описать размер этих клеточек, чтобы библиотека знала какого размера клеточки и в каждой клетке будет у нас находиться кадрик нашей анимации. Ну кадрик в данном случае спрайт. Вот например смотрим. Видите клетки 1 2 3 4 5 и так далее. Это вот кадр со спрайтиком 1 2 3 4. Ну видно, что если мы будем проигрывать один за другим эти спрайты, то самолет будет вертеться вокруг своей оси. Ну а следующий шаг это уже создание на основе наших вот этих клеточек создание анимаций. Так, ну тут некий пример. Пример мы смотреть особо не будем. Давайте сами все сделаем. Так давайте-ка загрузим в библиотеку. Не так как я извините по уродски в прошлый раз показал в браузере Edge, которым я в принципе почти не пользуюсь. Если вы знаете что такое гид, то мы можем взять, если у вас установлен клиент гида, если установлен как у меня например. Так, ну подождите, я скопировал строчку. Адрес. 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 Репозитория с библиотекой Анимейт. Он у меня в буфере обмена. Теперь я захожу в lesson 4, наш четвертый урок. Нажимая правую кнопку, у меня установлен юзер интерфейс для гида, тортоис гид. Нажимаю get clone. Автоматически из буфера обмена у меня подставился адрес. Просто нажимаем ok и ждем, когда у меня появится папка Анимейт. Вот и мы посмотрим, что в ней. Ну вот, в ней есть библиотека. Очень хорошо, так что не пришлось все сохранять. И в чем плюс? Если например автор, вы найдете ошибку в этой библиотеке или любой другой библиотеке, которая находится где-то в каком-то репозитории онлайн, вы можете сообщить автору об этой ошибке и он может исправить свою библиотеку. Но, если он исправит, вы об этом узнаете, то чтобы обновить библиотеку в вашем проекте, достаточно будет просто нажать правую кнопку на папку с вашим проектом. Так, тортоис гид, что у меня тут есть? Нажать пул и посмотрим что-нибудь там. Никаких обновлений не было, но тем не менее у нас библиотека последней версии. Так, давайте ее подключим. Подключать ее немножко не так, как в примере было, потому что мы вот этот вот файлик anim8.lua не стали переносить в корневую, в папку нашего проекта. В данном случае это lesson4. А оставили его в папке, чтобы там можно было обновлять. Здесь я пишу название папки animate. Так как есть такие нюансы в лав 2d, этот фреймворк он кросс-платформенный. И если вы здесь укажете слэш, обратный, прямой и так далее, то допустим под windows у вас будет запускаться проект, а если вы перенесете его под linux, то он не запустится. Можно использовать точку вместо слэша, например. Но это если вы почитаете там про луа, все это поймете. Так, image. Сюда мы будем загружать картинку. Animation здесь мы так, ну это может мы сотрем. Ладно, посмотрим что у нас в ресурсах. Ресурсах. Давайте. Пример неплохой у Кикито используется. С самолетами. Давайте такой же и будем использовать. Вот. Так, давайте проверим. Библиотека правильно подключается. Да, ошибки нет. Все нормально. Так, теперь здесь можно значит попытаться заполнить. А, не заполнить. Давайте загрузим картинку. Помните уже наверное как грузить в лав 2d картинки. Переменная изображение. Лав. Графикс. Нью имидж. И указываем имя файла. Так, это у нас рес. Называется 1945. ПНГ. Обязательно расширение. Все правильно. Так, давайте теперь попробуем создадим наши клеточки. Радные со спрайтами. Сейчас посмотрим... Что-то у меня здесь... Замечательно. Эдж не скроллировал страничку. Так. Как мы создаем наш грид. Как мы создаем наши клеточки. Автор говорит... Ладно, к этому потом вернемся. Назовем наш грид. Просто буквой G. Ну, грид это, как вы поняли, клеточки, да? NewGrid. Какие параметры есть у этой функции? Вызывать нужно так. Имя библиотеки. Точка. NewGrid. Ширина фрейма. В данном случае это означает ширина клеточки. Давайте посмотрим, какая у нас ширина клеток наших. 32 на 32. Отлично. 32. 32. А здесь нужно указать ширину, высоту изображения. Вы, наверное, помните, что мы можем это все сократить. GetDimensions. Давайте попробуем вот эти вот параметры пока не использовать. На экране ничего нет. Давайте сделаем следующий шаг. Ну, потом вернемся опять к этой. Просто мне нужно на экране вывести хотя бы что-то. Так. Ну, давайте Animation. Она у нас пока одна. Анимация. Поэтому мы используем просто переменную. Так. NewAnimation. Так. Ну, здесь у меня подстановка не работает. Где у нас тут? Угу. 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 Вот. NewAnimation. А давайте прям скопируем. Что ж мы будем время-то тратить. Так. Так. Что мы видим? Переменная у нас уже описана. Видите? LocalAnimation. Поэтому здесь Local я убрал. Так. NewAnimation. Frames. Duration. OnLoop. Что такое Frames? Frames это и есть у нашей клеточки. Здесь мы давайте уже используем. Здесь какие-то клетки мы подставим. Durations. Интересно. Здесь это продолжительность. Продолжительность показа кадрика из набора анимаций. Вот у нас набор будет анимаций. Первый кадр. Второй, третий, четвертый, допустим. И сколько секунд показывать на экране каждый кадрик. Потом начинать сначала. Анимации могут быть длинные. Пусть там будет 100 кадров. Так. Ну давайте сделаем одну секунду. Чтоб через секунду у нас кадр переворачивался. OnLoop мы пока не будем использовать. Вернемся потом к этому параметру. Давайте вернемся к нашим клеточкам. Описание клетки 32 на 32. Давайте даже вот так назовем. G32. Мы сразу будем знать что. Это у нас описание клеток 32 на 32. Так. Ну и здесь 32 на 32. Так. Клеточки. Когда мы описали клетку 32 на 32, библиотека Animate начинает думать, что наш весь рисунок состоит из таких клеток. Так что не только вот где у нас самолеты кончаются. А эти клетки продолжаются здесь, 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 здесь. То же самое вниз. По вертикали и по горизонтали. Полностью заполняют наше изображение. Ну естественно. Вы должны сами сказать, какие клеточки вам важны для анимации. Сами должны указать. Как мы будем эти клетки выбирать. Без поиска вот этих координат, как в квадтастики нам эти квады искали и так далее. Кстати. Вот эти клеточки на самом деле на выходе. На выходе из номера клетки. Вот эта клетка у нас первая. Ну какие у нее координаты могут быть? По иксу единичка. Вот у этой клетки по иксу двойка координата. У этой тройка, четверка, пятерка и так далее. И по вертикали то же самое с единицей. Первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый. Ну вот как вы играете в морской бой. Там B4. Только здесь у нас цифры. Сначала идет по горизонтали. И потом идет по вертикали. Например, вот эта клетка у нас имеет код 1.1. Вот эта клетка какой код имеет? Ну правильно. 3, 2. Так. Ну давайте сделаем анимацию вот этого самолетика. Так. Считаем ряд какой. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый ряд с первого по восьмой. По восьмую клетку. Так. Запомнили. Пятый ряд. Так. Ой. Сначала же идет клеточка по горизонтали. А потом номер строки. Пятерка. Потом указываем вторую. Пятерка. Потом указываем третью. Пятерка. Давайте пока остановимся. Уже три кадрика должно быть. Значит это первая клетка. 1, 5, 1. Вот она, да? 1, 5. Потом вторая у нас клетка. 2, 2, 5. Угу. Угу. Так. Ну вот анимация у нас есть. Как ее выводить на экран. Помните мы использовали там love, graphics, draw. Здесь мы можем сделать просто. Мы можем сразу вызвать метод draw. Он сразу у нас находится в нашей анимации. По-моему удобно. Не надо никаких дополнительных переменных писать в параметрах, передавать и так далее. Так. Ну какие у нас здесь есть параметры? По-моему координаты x. А ну у нас x и y пока нет. Ладно. Давайте сделаем быстренько. Просто у меня неохота все время числа писать. Так. Ну давайте тоже 100. 100. Так. Угу. draw, x, y. Не уверен, что что-то будет показано. Угу. Говорит, нужна текстура. Нужно указывать текстуру. Текстуру, ну это значит картинку что ли указать? Если так, то тогда вообще очень похоже на то, как мы делали low, 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 graphics, draw. Такие же параметры. Да. Вот у нас что-то показано. Один кадрик. Так. Мне кажется, даже что-то там шевелится. Или не шевелится. Обязательно нужно не забыть поставить animation update. dt. Чтобы кадры менялись. Вот. Наконец, стали меняться кадры. Отлично. Так, ребята. Мне очень что-то не нравится, что я вижу какие-то линии, которые ограничивали наши клеточки. Давайте внимательно изучим наши клеточки. Как они здесь заданы. Ага. Вот это вот 32 на 32 и следующий 32 на 32. Так. Тут 33 на 32. Это означает, что у нас между кадрами какая-то обводка есть. Ширина этой обводки 1 пиксель. Ну, в данном случае высота, а здесь ширина. Так. Умеет ли animate справляться с такими спрайтиками, которые расположены, ну точнее клеточками, которые расположены не вплотную друг к другу, а еще какая-то декоративная обводка. Видимо это удобно для художника, когда вы своему другу художнику отдаете вот такое клетчатое поле. Вы заранее его подготовили, сделали прозрачный фон, хотя художник лучше вас, наверное, умеет делать прозрачный фон. Вот. И он уже возвращает вам вот такой вот рисунок, заполненный вашими спрайтиками. Героем бегущим, бомбами взрывающимся, чем хотите. Так. Ладно, я понял, что значит придется воспользоваться расширенными. Ага. New Grid. Вот. Показывает... Давайте вернемся. Так. Где мы этот G32 создаем? Указали размеры клеточки в пикселях 32 на 32. Кстати, может быть и прямоугольная 32 на 40, например. Или 40 на 80, как угодно. Кстати, где-то здесь был даже пример такой. Вот. Подводка. Подлодка, точнее. Видите, она на самом деле у нас размер какой-то хитрый имеет. Сколько там? 32 на 100, по-моему. Ну ладно. Может и до нее сегодня дойдем. Так. Подсказочку посмотрели. Так. Указали ширину, высоту нашей клеточки. Ширина, высота изображения указана. В картинке вот этой большой. Теперь какие-то смещения. Смещение. Что за смещение? Смещение. Это нужно указать смещение до левого верхнего угла. Нашей клетки. Наверное, вот он. Давайте укажем. Или нет. Или вот этот. Так. Давайте прочитаем. Вот тоже интересно. Координаты обводки нужно указывать. Или координаты вот самого спрайтика, который вот здесь начинается. Вот. Давайте посмотрим. Тут в документации у меня 366. Так. Ага. По умолчанию нулю равны. Понятно. Ноль это значит начинает считать отсюда. Ну давайте тоже укажем ноль. У нас ноль ноль. Так. Ноль. Ноль. И укажем ширину обводки. Ширину обводки, вы помните, это у нас один пиксель. Он окружает спрайт. Так. Ну и запустим. Странно. Еще раз смотрим, в какой строчке. 30. Так. Ум. 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 По-моему, нужно перестраховываться. Все отлично. Но я вижу все равно смещение. Понятно. Значит, нужно указывать смещение. Если у нас есть обводка, нужно все-таки указывать начало первой клетки. Левого верхнего угла. А это у нас координаты. Опа. Вот что я еще проглядел. Смотрите-ка. У нас оказывается начинается... Вот у нас изображение. Вот позиция 0,0. Здесь 1,1. 2,2. Так. 0,1,2,3. Ну, давайте попробуем 3,3. Напишем. Поняли, да, что такое? Это смещение. Начало наших клеточек. Да, все отлично. По-моему. Потом разглядим. Ничего не обрезается. Какой-то самолетик. Как-то он... А, я не все кадры указал. Ну, ладно. В чем плюс? Кикита очень хотел упростить описание клеточек. Описание вот этих кадров. Видите, как мы писали? 1,5. 2,5. 3,5. Можно написать все проще. Можно написать с 1 по 8. Но только это в виде текста. Видите, через тире так пишем. 1,8. И указываем пятую строчку. Так что, если мы указали вместо координаты x этой клеточки. Вот видите, координаты x. Помните, по горизонтали. 1,2,3,4,5,6,7,8. Если бы мы указали диапазон 1-7, например. Или 1-8. То библиотека Анимейт автоматически поймет, что нам нужны клетки с 1 по 8. Здесь указан номер строчки. Но мы можем сделать и наоборот. Давайте вот так. А, ну давайте запустим, во-первых. Посмотрим, как у нас там анимация. 8 фреймиков в RedBest. Так, давайте скорость увеличим. Помните, где скорость увеличивать? Там, где мы создаем анимацию. Вначале у нас указаны наши клеточки, которые анимировать по порядку. Если мы хотим, например... Ну, ладно, к этому вернемся. Давайте паузу поставим. 0,3. Побыстрее у нас вращается наш самолет. Повеселее стал вращаться. Ладно. Так. Можно указать еще какой-нибудь кадрик. Например, смотрите. Хотите, чтобы наш самолетик сначала подумал некоторое время, а потом начал вращаться? Тогда мы просто вначале укажем... Несколько раз повторим одну и ту же клеточку задумчивости. Вот эту вот клетку. Давайте. Это значит 1-5. Повторим ее два раза. Как ее повторить? Повторить два раза. 1-5. Петру не забыли. 1-5. Значит, сначала нарисуется клеточка 1-5. Потом еще раз 1-5. А потом подряд. 1... Ну, с 1 до 8. Давайте посмотрим. Будет замирать ли самолетик. Отлично. Что хотел, я получил. Так. Ну и, по-моему... Ну, давайте дальше рассмотрим, что у нас здесь. Следующий параметр. Если вы помните из предыдущих уроков... Ну, вот здесь у меня даже подсказка. R – это поворот. Так, поворот мы поставим 0, чтобы спрайт, вот как есть у нас, изначально стоял, не поворачивался на произвольный угол. А следующие параметры – масштабирование. Масштабирование по X, масштабирование по Y. Давайте я задам 4-4, чтобы у нас увеличился самолет. Вот, кстати, где-то в примере Kikita была такая строчка, как сделать так, чтобы спрайт был более четким. Я вам в прошлый раз говорил, но так я и не нашел. Ладно, ребят, не буду тратить. Там фильтрация. Кстати, в примере, вот когда мы зайдем на... А, ну давайте я, господи, из примера, кто мне мешает открыть пример. Я просто пример не копирую, я делаю... Нет, здесь нет. Ну ладно, тогда в каком-нибудь другом уроке расскажу. Неважно. Так. Угу. Я вам говорил, что обязательно нужно анимацией ставить апдейт и DT ставить. Для чего это используется? Когда мы создаем анимацию и указываем клеточки, номера клеток, мы еще указываем продолжительность, duration. Сколько будет каждый кадр длиться. Сколько каждая клеточка будет на экране отображаться. При создании анимации там используются внутренние переменные, где у нас идет подсчет времени. Что вот прошло уже 0,3 секунды. Стоит ли перевернуть на следующую клетку или нет? Вот. Функция, если мы будем просто выводить animate draw, она никак отсюда не может узнать, сколько времени прошло. А мы ей передаем, сколько времени прошло в апдейте. Это вообще нормальная практика для всего. Здесь есть такой лайфхак. Спрашивают у Кикито. Как можно? Вот у меня уже задавно там 20 анимаций танчиков. Вот разные танчики. Как мне сделать так, чтобы все танчики стали быстрее анимироваться или медленнее? Ну, он говорит, ну а кто вам мешает передавать, увеличивать или уменьшать переданное время? Давайте попробуем DT умножить на 0,5. Что с нашим самолетом произойдет? Так, ребят, давайте-ка уберем вот эти вот задерживающиеся кадры. Я сделаю 0,1 паузу, чтобы у нас все вращалось, чтобы мы видели. Так. Все как было. Быстро вращается, так? Так, давайте. Стал медленнее вращаться. Давайте его в 10 раз замедлим. По-моему, работает. Так, а как ускорить? Давайте ускорим в 2 раза его вращение. Ну, поставим с оригинальным. По-моему, ускорилось. Давайте в 4 раза ускорим. По-моему, все отлично. На 60 фпс. Так, ну ладно. Этот лайфхак можете оставить себе на будущее. Например, вашего героя немножко подранили, или танк подбили. Можете сделать, чтобы гусеницы медленнее вращались. Не создавая новые анимации, не плодя, а просто где-то у вас будут переменные. Или будет условие здесь, что очков здоровья, например, меньше 50% максимального. Вот тогда вот то-то и то-то делаем. Например, если вы участвуете в каком-нибудь джеме, где вы создаете игру, иногда хорошо выражать какие-то игровые статусы, состояния героя с помощью доступных средств. Вот это одно из доступных средств. Так, с анимациями у нас тут понятно. Давайте-ка отобразим несколько самолетов. Я хочу три самолета, чтобы отображались, и по разным координатам. у нас увеличены, да, самолетики. Давайте. мы используем одну анимацию, которая находится у нас в одной переменной. Анимейт. А что, если мы хотим создать игру, в которой каждый самолет будет по своей траектории лететь, и он будет не должен напоминать с копипастченной второй самолете. Как сделать из одной анимации несколько разных. В анимейт есть такой простой метод клон. Можно хитро сделать. Давайте анимейшн так, ну ладно. Самолет самолет 5, а дальше пишем вот так. Анимейшн присвоить самолет 5 двоеточек клон. Что происходит? Создается отдельная копия анимационных фреймов. будет работать или нет? Работает. Так, ну давайте тогда еще сделаем еще пару клонов. 2, 3, не буду объявлять переменную, пусть сейчас глобальные используются, анимейшн 2, анимейшн 3, не важно. Вот здесь добавим анимейшн 2, анимейшн 3. Как думаете, что-то изменится? Ну вот я уже вижу, что ну ладно, кто-то догадался. Запускаем. вращается вращается только первый самолет. Мы потому что должны обновлять каждую анимацию. Иначе они будут стоять на месте. Давайте анимейшн 3. Извиняюсь. Вращаются одинаково. Видите? С одинаковой скоростью, одинаково в одну и ту же сторону. вот так. вторую добавим, чтобы наконец-то я мог показать тот прикольчик. Вроде бы не отличается от того, как мы использовали одну анимацию. А давайте воспользуемся интересными методами. Давайте перейдем сколько у нас всего кадриков в каждой анимации, которые по кругу идут. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Есть у нас в библиотеке анимейт такой метод перейти на кадр. Номер такой-то. Давайте посмотрим. Я просто ага, вот у нас есть go to frame. И, кстати, дальше идут методы. Я все объясню. Их очень мало и они очень классные вам пригодятся. Ну, вы поняли, что в принципе без всяких методов вы уже можете по клеточкам создать любую анимацию и сделать. Но у меня тут в плане записано есть один нюанс. При анимации не только клетчатой, при анимации еще и с помощью этих квадов и даже из первого урока народ сталкивается с тем, что спрайт у нас координаты x, y вывода на экране это левый верхний угол нашего спрайта. Это неудобно в тех же играх. Как с этим бороться? Ну, вот я вам расскажу ближе к концу урока. Итак, давайте давайте этот пусть будет на третий фрейм перейдет. Пусть будет на шестом третьей анимации. Ну что? Все отлично. Видите, что у нас анимации каждого спрайта уникальны. Так что, если вы будете создавать своего героя, врагов, не забывайте им не просто присваивать анимейшн, а всегда делайте клон. Иначе ваш допустим, смотрите, пример такой. У вас на экране всего два персонажа. Вы и злодей. Если вы злодею с одинаковыми спрайтами, но вы же только начали писать игру, вот у вас есть один человечек. Вы себе его присваиваете герою и врагу, который будет за вами гоняться. Если вы врагу присвоите в анимацию врага анимацию героя, то при повороте героя или при остановке анимирования героя у вас точно так же повернется или появится другая анимация, точнее остановится анимация. Остановили анимацию героя, она остановилась и у врага. А если вы делаете клон, то и у героя, и у врага анимация совершенно отдельная. Если вы подальше, подольше, получше изучите язык луа, то поймете, что такое присваивание переменных по ссылке, что такое по значению, что такое копия, глубокая копия таблицы. Это нам пока не надо. Давайте дальше смотреть, что у нас тут есть пауза. Давайте вернемся еще к самому началу. Вот онлуп. Что такое у нас онлуп? Это такой параметр, который мы в анимации не использовали. А сюда можно сделать что же можно сделать? вот что мы сделаем. Скрин. Я сейчас добавлю моргание экрана. восстанавливаю цвет, но я буду моргать каким-то другим цветом, например. я восстанавливаю белый цвет, чтобы вы помните, что если у нас текущий белый цвет, то тогда выводится без искажения наши спрайтики. В предыдущих уроках смотрите, как я делал спрайт более зеленым. Кстати, вот тоже лайфхак. Для чего можно спрайт сделать красным? Если вам попадает вражеский снаряд, вы можете сделать моргание вашего спрайтика красным цветом. Это делается всего-навсего изменением вывода. Вот так. R это красный, поэтому после... Ну вот смотрите, как у нас. Так, где-то ошибочка, я 12 закрыл. Ага, ну я начал говорить, но как всегда перескочил на другое. Видите, вот красный. Здорово же, что у нас по самолету попали, он заморгал красным. Кстати, ребят, видите, обводка какая рамка нехорошая. Какая ошибка художника. Нужно было вот эту рамку делать не серой, а тоже прозрачной. Нужно ее было убрать в финальной версии. Если мы сейчас ее закрасим прозрачным цветом, удалим, то все вот эти безобразия исчезнут. Я тут классно пальцем пытаюсь показывать какие безобразия. Нужно мышкой показывать. Ладно, возвращаем цвета. Так, и здесь мы добавим условия. If Flash Screen then else and так, если Flash Screen, то тогда мы будем делать, например, Graphics Clear. А если у нас флеша нет никакого, то просто пусть черным остается очищается экран. Вот так. Давайте запустим, посмотрим. Никакого флеша у нас не происходит, потому что у нас здесь переменные всегда false. Давайте сделаем функцию, которая будет менять Flash Screen. Будет делать ну, ладно, лучше сказать function function Trigger. Так, ну и сделаем Flash Screen. Присвоить нод Flash Screen. Эта функция нигде у нас не вызывается. А мы теперь ее вызовем вот так. Мы ее вот этим параметром OnLoop. Помните, мы дошли до... А, мы вот здесь. Так, параметр OnLoop. Опциональный параметр, который можно не указывать, может быть либо функцией, либо строчкой. в строчке должно быть написан метод анимации. Вообще, по умолчанию, если мы его не указываем, то ничего не делает. А если мы указываем, то он будет, ну, в данном случае функция будет вызываться каждый раз, когда анимация проходит полный цикл. Что за полный цикл? Вот мы указали кадры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот когда у нас полностью пройдет анимация, и уже вроде бы пора первый показать кадр, у нас вызовется та функция, которую мы указываем в onLoop, если мы ее, конечно, укажем здесь. Сюда можно добавить, например, прикольный звук. Ну, ну, не знаю, я скорее вертолет изображу там. Тр-тр-тр-тр-тр-тр. Вот. Вот этот тр-один можно добавить при вызове, при завершении анимации. Ну, к примеру. Вот. А мы будем не звук добавлять, а мы будем моргать экранчиком. Ну, давайте. Потом я к этому вернусь, потому что мы сейчас только функцию рассматриваем. Вот я уже ее сделал, поставил, допускаем. Так, ну, что мы видим? Клево. Причем, видно, что моргает не раз там, не 10 раз в секунду, а именно, когда и просто не моргает, а даже переключается. то красный один оборот самолет делает. Смотреть нужно вот на этот самолет, потому что... Так, ребята. Нет, тут ошибочка. Я же сделал клоны, представляете? Клон, 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 клон. А в каждом клоне стоит свой вызов вот этого триггера. Поэтому они у нас со смещением самолеты вращаются. Поэтому давайте-ка мы сделаем вот что. Я закомментирую пока анимацию других самолетов. Вот. Вот это теперь похоже. Видно? Прямо даже можно заметить, что вот как он обернулся. Переключило, переключило, переключило. Все отлично. Поняли, да? И поняли, почему клон тоже вызов вот этот скопировал. Ну, ладно, вы сами придумаете, что можно сделать. А, ну, что еще можно сделать? Смотрите, например, во многих играх, ну, вначале, например, влетает самолет, начинает махать крыльями. Как мы это сделаем? Идет анимация вылетания самолета. Вот она дошла до конца. И тут мы вызываем функцию следующую, что здесь нужно бросить бомбу. Ну, ладно, вы сами придумаете, как что-то сделать. Так, вернемся дальше. С функцией мы разобрались, что функция вызывается при каждом завершенном цикле. Вот. А, и, кстати, функция, когда вызывается функция, ей передается два параметра. номер какой-то, скрытый номер анимации, или даже не скрытая, а сама анимация. Вот это вот. Давайте-ка сделаем вот так. Как раз изучим. Давайте тогда сделаем еще одну функцию. Здесь нам не нужно было, никаких параметров не нужно было для моргания экрана. Так. стоп анимации. Здесь мы получаем два параметра. Анимация, в которой была вызвана эта функция. И что еще второе у нас? А, ну и сколько раз мы уже сделали сколько циклов мы сделали? n, например. можно сделать так. if n больше 10 раз ну 10 раз уже по кругу наша анимация прошла, тогда мы остановим анимацию. Почему я пишу здесь не animation, а anim? Потому что вот эта вот анимация она передастся в эту функцию. Понятно как? аргумент давайте посмотрим какие там у нас функции есть. Пауза. Вот. Траним пауза. Давайте теперь вместо моргания экрана передадим эту функцию и посмотрим. 10 раз должен обернуться и остановиться. Если я все правильно сделал. видимо я сделал что-то неправильно. а или нужно переходить а вот что давайте когда если n больше ну давайте тогда может нельзя текущую анимацию менять я вот это вот не знаю может быть есть такое ограничение будем экраном моргать после 5 поворотов должен экран так где-то на форуме читал жалобы вот на этот параметр и там было написано как с ним обращаться но извините я сейчас этого не вспомню тогда мы вот что сделаем уберем эти условия просто сейчас если пройдет анимация до конца то она должна остановиться но этот хоть сработает отлично сработало ладно давайте не будем тратить время смотрим следующее резюм ну резюм это продолжит анимацию того что остановлено например смотрите у вас есть вечная анимация машина у которой вертятся колеса если машина остановилась ну по игре где-то вы делаете паузу все колеса вертятся ой не вертятся стоит вам поехать вы запускаете резюм и колеса продолжат именно с того момента не с первого кадра продолжат вертеться вот вот интересная штука есть у нас flip edge знаете я показывать наверное а нет я покажу все эти штуки flip edge так давайте я запускаю уже все анимации это отсюда я уберу кстати сейчас надо вернуться и текстовый попробовать параметр функции мы разобрались так вот создаем первая анимация клон вторая третья а давайте у второй анимации мы добавим flip edge что такое flip edge flip edge это если этот спрайт отразят по горизонтали кстати у нас сейчас должно ну вот видите один тот второму мы когда сделали отразить по горизонтали он теперь зеркальное изображение как бы в другую сторону вращается потому что мы его горизонтали отразили понятно как это можно использовать у нас нарисован герой только лицом вправо вот он ходит вправо а что если хотите чтобы он пошел влево лицом вот просто делаете flip edge все у вас спрайт уже повернет лицо влево и вы точно так же будете его двигать влево пойдете все очень хорошо так ну то же самое я только не буду вызывать flip v это по вертикали значит отразить сверху вниз так можно вызвать один раз функцию остановись в конце значит анимация ну допустим там 100 фреймов или сколько играет и когда она дойдет до конца она остановится если мы вызвали один раз в самом начале или в середине во время проигрывания но еще когда не до конца дошел наш спрайт вот а так и ребята я вам соврал пауза от end это перематывает наше проигрывание спрайтов на последний фрейм на последнюю клеточку и там останавливается что можно например вот я думаю что это нужно даже на третьей анимации проверить давайте так у нас должен был бы он вращаться а сейчас он будет на последнем кадрике висеть не так а ну ребята мы вот так должны сделать а ну подождите отдельной строкой тогда ладно третью анимацию правда до этого вы видите мы его на шестой фрейм переводим но не важно это сработает что переведет его на восьмой на последний он должен остановиться да вот он последний давайте посмотрим совпадает с восьмым да вот он у нас восьмой кстати а что если мы хотим сделать наш самолетик ну давайте вот из второй строки как быстро это сделать ну естественно в анимации здесь просто вторую строку ставим все а давайте сделаем третий не клоном а свою анимацию у него ну здесь будет первая строчка у нас чтобы скорость у него была помедленнее так ну все закрою так отлично да так ну давайте второй тогда сделаем второй тоже как-нибудь не клоном а свою анимацию и давайте не с первого а давайте с первого по третий чтобы паралитик дергался так что он здесь с третьего ряда давайте сделаем помедленнее еще помедленнее нормально один два три один два три так а если я хочу например давайте я в документации этого не видел но давайте попробуем с последнего кадра до первого получится так или нет анимировать так давайте с восьмого по первый да получилось отлично а давайте сделаем чтобы он вращался в одну сторону а потом возвращался назад просто следующий продолжаем уже кадрики дописывать уже вот так так наблюдаем за зеленым самолетом остановился и пошел назад и опять ну отлично так ребята давайте смотрим дальше давайте закончим с этим с этим вот какие тексты можно указывать текст он луп по умолчанию loops там стоит значит он все время вращается ну понятно этот самолет который у нас туда-сюда качается он должен в конце остановиться я его ускорил немножко туда-сюда остановился отлично без всякой функции без всяких переменных просто у нас есть текст такой если мы хотим его еще раз запустить мы можем вызвать animation2 resume помните как после паузы запускать так давайте смотрим что у нас еще осталось повороты мы решили пауза в конце понятно на последний фрейм прыгает и там останавливается анимация спрайса пауза от старт значит он прыгает на первый кадрик значит вот сюда на первый кадрик и анимация прекращается так что у нас дальше ага get dimensions можно получить ширину и высоту вот этого кадрика мы же помните задавали g32 grid вот эти 32 32 два значения каждый кадр может вернуть потому что мы например создали миллион разных анимаций у них разный размер вот вы не хотите тратить отдельно где-то переменные где будете хранить ну зачем хранить ширину высоту этих анимаций если у нас уже внутри каждой анимации это хранится и это можно получить значение по анимации которая вам нужна вот еще get dimensions ну и тут написано так вот как интересно вот как интересно дело в том что мы используем вроде бы такие же при выводе на экран помните x и y там угол поворота масштаб и так далее можно дописать как использовались в предыдущем уроке lau graphics draw но если вы сами будете экспериментировать со спрайтом если вы отразили спрайт по вертикали или по горизонтали то если вы попытаетесь вывести его на экран он выведется со смещением за вас эта библиотека animate она поправляет спрайт его координаты чтобы он не скакал влево вправо вы может быть помните вот предыдущих уроках мне где-то аж за экран выводилось когда я отражение по горизонтали попытался отразить вот так вот эта функция если вы вызовете функцию с текущими с какими-то указанными параметрами она вам вернет те параметры вот такие фрейм и так далее которые будут использованы для вывода для вызова функции low graphics draw это внутренняя функция я не могу представить для чего вы ее вообще можете использовать ну по крайней мере вот она выводит фрейм а фрейм это у нас квад например вам нужно узнать квад ну тоже не знаю для чего вы это будете использовать я вот это демонстрировать не буду работа потому что я вам не описывал я в двух словах могу сказать что такое спрайт бетч если в вашей игре например вот кстати если вы делаете игру про вот такие самолетики наверное помните игру 1945 называется на дэнде была и так далее летят самолеты куча патронов по экрану вот чтобы она меньше тормозила на на медленных компьютерах есть такая вещь как вывод одинаковых спрайтов одновременный вывод мы их ставим в очередь в бетч вот тут написано ну это вы сами почитайте например мы спрайты сначала поставили в очередь а потом одной командой все их запустили и они их отрисовал ну в том числе я так понимаю что графический процессор используется вот ну и все тут написано как подключать библиотеку но это в самом начале так ребята вот и все давайте теперь нюансикам и давайте я еще клавиатуру подключу в конце сначала покажу нюанс по поводу позиционирования давайте пишем небольшую такую вспомогательную функцию я ее назову крест кросс по-английски но для вас крест x y я хочу чтобы по координатам x y мне рисовали крест причем я буду хотел умную функцию сделать когда планировал сделаем глупую функцию которая будет портить цвет так пусть будет у нас красный такой ладно пусть яркий будет красный крест так как у нас рисовать линии я не помню но сейчас посмотрим графикс line указываем координаты мне этот крест нужен чтобы я его рисовал под спрайтами или над спрайтами чтобы вы увидели где реально находится x y по которому мы его выводим спрайт где этот x y где находится крест он будет в середине спрайта где-то сбоку от него и так далее line пишем x минус 10 y следующая будет x плюс 10 y далее x y x y минус 10 x y плюс 10 как вышивание крестом тут такое так давайте нарисуем крест пока в любом произвольном месте а ну вот x y как раз у нас есть тут так мне не нравится не нравится красный на красном не вижу не clear нужно set color чтобы не очищался экран а просто приводит чтобы для текущего креста красный владелся так но вы знаете я не вижу не вижу этого креста может я конечно неправильно написал слишком много координат x y x y давайте-ка пока закроем закомментируем остальные параметры ох чтоб виднее было так есть у нас ладно что ж я туплю-то давайте я крест просто двумя двумя линиями нарисую а то там есть в лав 2д такая штука рисуем контур а потом мы его можем либо замыкать либо не замыкать ms10 x смотрим на наш крестик вот отлично так ну x y это для первого спрайта ну ребята вы видите в чем загвоздка если мы будем двигать по экрану увеличивать x y то получается как вы будете например проверять столкновение нашего квадрата вот с этим квадратом хотя в принципе если вы берете dimensions вы можете там же помните у нас в анимации есть есть у нас такая функция в анимации долгий урок какой ну надеюсь можно перемотать еще раз посмотреть плюс всякие там совет будут get dimensions уберет ширину высоту для того чтобы столкновение проверять вызываем эту эту функцию прибавляем к x к y сравниваем как у нас пересекаются вот эти вот два квадрата квадрат этой анимации квадрат вот этой анимации там будет взрыв или что-то еще другое ну кстати совет такой что не всегда нужно делать вот этот вот хитбокс так эта штука называется прямоугольник который проверяют на на столкновение еще обычно хитбокс это то чем бьют а то куда бьют например вот тебя в тело бьют хертбокс чтоб не запутаться ну в принципе везде если будете гуглить то будет хитбокс так ну давайте попробуем клавиатуру теперь добавим и попробуем полетаем самолетиком одним но это уже такой бонус я не знаю буду параллельно конечно снять так ну тогда мы еще делаем ладно я тут кипборд кстати много вариантов есть работа с клавиатурой так если хочу стрелку право нажатую пишу right влево это left а если просто ну там тоже так left right если угол меньше чем пи пополам будем понемножку ну почему даже скорость можем чтобы не зависело от фреймрейта использовать вот так так здесь мы координаты должны прибавить x плюс номер 100 тоже умножить на dt давайте повторим это так ну сделаю сначала лево право здесь минус так а у нас у нас угол пи пополам же должно быть пополам здесь минус пи пополам по-моему вот здесь минус давайте допустим сейчас все самолеты конечно будут двигаться давайте мы так сделаем просто уберем здесь первого второго самолета сделаем 100 сделаем 200 чтобы не мешались нам понятно понятно в чем ошибка анимация у меня не очень удачная давайте может быть для нашего самолета найдем спрайт удачный повод чтобы был спрайт с вращающимся о отлично отлично давайте попробуем сделать вот такой вот у нас будет большой самолет для нашего самолета должна быть совершенно другая другие клеточки грит другого размера вот мы его просто г я потому что сейчас еще не знаю какого размера вот сейчас мы измерим ширину сколько у нас в пикселях так 65 на 65 нормально 65 на 65 ладно пусть 65 тогда здесь будет чтобы мы понимали 65 так это что у нас тут ну вот уже забыл отступ в пикселях до начала и он у нас должен быть вот до сюда вот мы видим 267 399 здесь 267 399 толщина обводки единичка ну как и была так и теперь мы сделаем в наш анимейшн мы сделаем свою без всяких клонов и у нас там всего три кадра и кадры это у нас 1,2,3 видите вот кстати отличный пример что смотрите несмотря на то что так как я начал наши клеточки считать клетчатое поле с этого кадра то у этого кадра будут у этого кадра будут координаты 1,1 у этого 2,1 у этого 3,1 вот так так значит с первого по третий с первого по третий здесь первый ряд ну и сделаем допустим вот так сразу должен самолет появиться наш что-то нет это я в анимейшн заношу а ну не G32 конечно видите он взял кадрики с того клетчатого поля поняли нужно G65 указать G65 и главное никаких ошибок же на экране все нормально вот наш самолетик ура видите он даже с вентилятором вентилятором господи с винтом отлично вот я его хочу сейчас поворачивать почему он не поворачивается а все просто во время вывода на экран я ему указываю 0 нужно угол ну надеюсь вы мне что-то вообще смешно ну вы видели так давайте еще разочек он повернулся а назад заклинило не идет у меня там какое-то условие дурацкое с углами давайте посмотрим больше если больше и ну ладно пусть скорость такая остается нормально держу держу вправо он у меня летит вправо держу влево летит влево но мне вот знаете мне вот не нравится то что он у нас вращается не по центру показывается не по центру помните у нас были такие параметры ну сейчас я уж так где у нас вывод его есть дров угол 1 1 это его размер и вот сейчас у нас по-моему идет OX все правильно OX это расстояние от левого верхнего угла спрайтика нашего вот отсюда до его центральной точки ну у нас 65 и 65 давайте разделим это у нас будет 32 32 32 32 пожалуйста заработай yes yes давайте как бонус я добавлю кстати в хорошей игре если вы супер вообще программист вы уж сделайте так чтобы он не через верх поворачивался а иногда чтобы через низ там далее так почему он немножко перекошенный потому что я вот такой шаг угла смотрите где у меня здесь прирост большой вот если я сделаю сейчас вот такой единичка то скорее всего он будет во-первых медленнее поворачиваться но зато он будет фиксироваться более прямо вот а и крестик видите крестик выступает теперь у нас слава богу спрайт координаты XY находится ровно по центру так что не игнорируйте вот эти вот параметры классные которые задает центр нашего спрайтика так ну и давайте как бонус сейчас сделаем вверх-вниз и вы видите как просто ну не то что копипаста просто как просто так ну так это up будет у нас будет down может быть наоборот так так мне тогда условия придется перечислять так вверх вверх у нас должен сравниваться с углом ноль потому что самолет у нас изначально смотрит носом вверх вот нулевой угол так если угол меньше нуля тогда угол ага так а вот еще надо сюда вот такое вставить потому что условия мне так кажется а если больше нуля да вот так так здесь мы y должны y мы уменьшаем потому что мы вверх движемся так так здесь мы y y увеличиваем так и давайте вспомним pi просто pi чтобы смотрел он носом вниз у нас угол должен быть pi ну а здесь мы повторим так ну и зря вот здесь я делал скорость единичка 111 нужно было какой-нибудь speed переменную ладно не будем этот speed делать скорость здесь делаю десяточку потому что вроде десяточкой повеселее он разворачивался быстрее так здесь условия меняем плюс 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 так есть угол меньше pi то мы его увеличим пожалуйста заработай чтобы мне урок-то закончить так ребят вот вверх вниз то я эти ошибки исправил вот а влево вправо ну может я что-то не оптимально сделал у меня застрял сейчас нет давайте я продемонстрирую что вот вниз а сейчас я давлю вправо а он не разворачивается вправо зато влево развернулся вот вот если он вниз развернут он вправо не идет почему а потому что вот здесь двойные условия добавил вот добавлю еще одно ладно уж а недостающие для левого ну вы уж сами догадайтесь наверное как сделать так ну давай а ну и в идеале было конечно не просто а вот так else тоже можете догадаться почему вот вам и else вот тоже вот этот поворот можно было короче развернуться но в любом случае когда мы долго летим влево вправо а кстати вот очень интересно я нажимаю ну влево мы не починили поэтому понятно да влево мы не добавили дополнительно ну все заканчиваем в общем задавайте вопросы в комментариях на коротенькие вопросы я могу ответить а вообще ставьте лайки конечно не только этому видео но и предыдущим то я тут блин сижу уже ночь дозаписываю этот урок ладно всем большое спасибо ставьте лайки подписывайтесь и пишите свои игры очень будет интересно посмотреть до свидания до свидания